Эфир Кубань 24 продолжает программа 13 минут студии Алла Гаража. Здравствуйте. Результаты работы за неделю Центра управления регионом теперь смогут узнавать жители края. Представители ЦУРа теперь будут проводить еженедельные брифинги. Первый такой состоялся уже сегодня, о чем шла речь, а также в целом о работе Центра и еще раз о том, как идет взаимодействие власти и населения. Это за 13 минут обсудим с руководителем Центра управления регионом Краснодарского края Юрием Шевченко. Мой гость сегодня Юрий Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте, Алла. С брифингов давайте сегодня начнем. Вот такая новая тема в истории ЦУР. Расскажите, как они будут проходить, что за информацию будете на них озвучивать, о чем сегодня рассказывали. Почему такая необходимость назрела в их проведении, чтобы люди знали о той работе, которую вы проводите? Более детальной, да? Мы надеемся, что это будет регулярной еженедельной рубрикой. Как показывает практика, нам всегда есть о чем рассказать. Мы достаточно активно ведем соцсети. Подписывайтесь, учите нас в Инстаграм. Там тоже кейсы, там тоже ситуации, тоже какая-то разъединительная работа. И формат брифингов – это возможность послушать, что называется, прямую речь. Кому-то хорошо заходит графический контент, кто-то хорошо воспринимает тексты. А брифинги – это то, что сейчас на тренде. Это подкасты, это какие-то видеоблоги. Это формат просто включить фоном и послушать то, чем мы занимались неделю, где-то параллельно, может быть, даже ведя машину. Это просто поиск новых форматов, способ достучаться до нашей аудитории. Мы совместно, телеканал Кубань24 и ЦУР, будем их проводить. То есть на нашем аккаунте, в Инстаграм Кубань24, также на сайте прямой эфир будет. С вашей стороны, это официальный аккаунт ЦУР в Инстаграм? Да. Где еще? В первую очередь, да, это Инстаграм ТВ. Мы сегодня попробовали формат. У вас будет прямой эфир, но, возможно, следующий уже брифинг будет проходить еще и с эфиром в соцсетях. Уже на нашем аккаунте. Люди могут оставлять там комментарии. Мы, соответственно, будем эти эфиры потом разбирать, для того, чтобы то рациональное зерно, которое там присутствует, тоже брать в работу. Потому что мы все меряем кейсами. Это какие-то истории, когда мы помогаем людям добиваться решения их проблем. И вот, в принципе, об этом в основном время брифингов мы и будем говорить. Вместе с тем, мы понимаем, что за неделю какие-то темы назревают. Где-то, может быть, системно начинают накапливаться какие-то вопросы. И во время брифингов мы будем про такие закономерности говорить. Не исключен такой компонент, как борьба с фейками. Потому что это тоже какие-то вещи, которые мы делаем. Включаемся, а потом неплохо было бы уже респективно об этом рассказать. То есть та информационная угроза, которая не родилась, что называется. Об этом тоже вполне можно говорить во время брифингов. Сейчас мы находимся в поисках формата. Сегодняшний брифинг был первым. И я рассказывал преимущественно про деятельность Центра управления регионом с момента создания. Про создание его. Почему эта структура появилась. Еще это поручение. Когда она открылась, то принимало участие. То есть такая вводная история. Такая некая визитка. Надеюсь, что на следующей неделе уже будет побольше содержательной части. И я думаю, что это будет интересный формат. Ну вот если продолжать тему. История создания ЦУР. Они создаются в России по поручению президента. Насколько я помню. Если правильно. Моя память мне подсказывает. Это был визит в Московскую область. Центр управления регионом Московской области. И в общем-то наш руководитель увидел, насколько этот формат актуальный. И позволяет реально выстроить диалог на качественно высоком уровне между населением и органами власти. Давать правильную обратную связь. И было одно поручение развернуть такие структуры по всей стране. К 1 декабря во всех субъектах РФ они были развернуты. Краснодарский краев. ЦУР от всех остальных. Ну давайте так немножечко, так скажем, похвалим себя что ли. Какие люди у нас работают? Что это за штат? Какие это сотрудники? И в чем их основное преимущество сегодня? Надо понимать, что механику по разворачиванию ЦУР нам прямо диктует наше руководство. Это автономия коммерческой организации «Диалог региона», которую возглавляет Алексей Сергеевич Гориславский. Поэтому мы понимали, что по сетке ставок, что называется, по должностным обязанностям, по тем задачам, которые должны решать, мы так или иначе строго регламентированы. И найм сотрудников происходило тоже через собеседование с нашими руководящими структурами в Москве. И надо понимать, что мы сотрудники автономии коммерческой организации «Диалог региона». Край не несет финансовые нагрузки, связанные с функционированием ЦУР. Чем мы отличаемся от других? Ну, во-первых, мы достаточно большие. По сравнению с другими центрами управления регионами я цифру называть не буду. Но, скажем, это численность понятная, сопоставимая с нашим населением. То есть 6 миллионов человек – это все-таки достаточно крупный регион. Но при этом не такая, как в Московской области, где почти полтысячи человек, грубо говоря, работают. Ну, это понятно, это логично. Нас всякое меньше 50 человек, скажем так. При этом, при всем, регион-то очень неоднородный. То есть побережье – это одна история, степи – это другая история, города-миллионники – это совсем другая история. Надо понимать, что разный контент расходится, разные темы актуальны, очень много сопоставительной работы. И поэтому наш ЦУР – это такая фабрика компетенции, грубо говоря. Мы не только сами делаем, мы и учим на местах людей правильно как-то взаимодействовать с нашими механиками. И тут нам очень сильно помочь муниципальные центры управления. Краснодарский край пока единственная в стране, кто запустил три муниципальных центра управления. Насколько я знаю, сейчас уже даже небольшие муниципалитеты запускают муниципальные центры управления. И соответствующее поручение губернатора. При этом Анапа и Новороссийск у нас были первыми. И вот буквально на той неделе, чуть больше недели назад, запустился муниципальный центр управления Краснодара. Юрий Михайлович, а эти муниципальные центры, их можно назвать филиалами ЦУР? Или это не совсем так? Это не совсем верно? Ну, это будет не совсем честным, потому что все-таки муниципальные центры управления – это скорее проектные офисы. Это те же сотрудники муниципалитетов, которые и так работают в муниципалитете. Просто те люди, которые отвечают за все стадии контакта с населением, они собираются в одном помещении, грубо говоря, и таким образом увеличивается скорость обмена информацией и в конечном итоге качество взаимодействия. То есть реакция быстрее, реакция качественнее, реакция полнее, нет никакого футбола между этажами, между зданиями, между корпусами. Это просто в одном месте собраны все те компетенции, которые нужны для того, чтобы грамотно и качественно давать обратную связь. Кейсы, вы сегодня это определение уже произнесли. Я правильно понимаю, это какая-то отдельная индивидуальная история, связанная с той или иной темой, вопрос, проблема, которую ЦУР начал решать, или уже решил, или уже помог в ее разрешении. Если по тематикам разделить эти кейсы, что сегодня актуально в Краснодарском крае по данным ЦУРа? Кейсы для нас – это история про уже решенные какие-то ситуации с результатом, которые мы достигли. И они, конечно, разные. А вот то, что вы описали, для этого больше подходит определение инцидент. И это ситуация, которая требует вмешательства, грубо говоря. Инциденты мы выявляем в ходе автоматического ручного мониторинга всего информационного пространства, куда мы можем дотянуться. Соответственно, они загоняются в определенную систему, где мы подключаем к решению этих ситуаций уже органы государственной власти, органы местного управления для того, чтобы убиваться от них быстрого и качественного ответа. И, соответственно, если по категориям разделить именно инцидентов, то на первом месте у нас, насколько мне не изменяет память, дороги с момента открытия, потому что это сезон был очень своеобразный, был снег, была уборка где-то там, не доезжавшая до тех точек, где люди на это жаловались. Мы подключались, мы вмешивались, мы помогали увидеть проблемы до того, как они станут более серьезными и уже придется принимать какие-то более радикальные меры. Потом у нас идет жилищно-коммунальное хозяйство, это история с водой, с электричеством, с газом. Есть им благоустройство, здравоохранение тоже достаточно на тренде. При этом при всем Центр управления регионами работает не только с инцидентами, не только с социальными сетями, это и платформа обратной связи, госуслуги решаем вместе. Мы помогаем эту систему запустить, потому что с декабря месяца регион участвует в эксперименте по запуску, к которому присоединили все регионы страны. И к концу 2021 года все органы государственной власти, все органы местных управлений, а также все подвесные организации, независимо от формы собственности, обязаны в этой системе работать. И мы помогаем ее запускать, мы обучаем людей, мы показываем им, как это делать правильно, корректно, так, чтобы это, с одной стороны, удовлетворяло требованиям платформы обратной связи, а с другой стороны, не уходило в канцелярщину, как это происходит по 59-му федеральному закону, который регламентирует ответы на обращение граждан. Давайте еще раз напомним основные задачи ЦУРа, насколько я знаю, знаем, решаем, предотвращаем, информируем, если вот так вкратце можно их озвучить. И еще раз, быть может, есть смысл поговорить о самой системе работы, Центра управления регионом. Как вы следите за Краснодарским краем? Ну, это, конечно же, очень плотное предметное взаимодействие со всеми органами, которые нам помогают в этой работе нелегкой. Это и информационная политика, и внутренняя политика, и муниципалитеты, и органы власти. У нас выстроены контакты сейчас уже совсем без исключения. Это мониторинг информационного пространства, как в ручном режиме аналитиками, так и в автоматическом режиме, при помощи специального программного обеспечения, доступ к которому нам предоставил антономная некоммерческая организация «Диалог регионы». После этого, то есть это мы стадия «Знаем». Ну, плюс к этому работа во всех системах, которые позволяют давать обратную связь. То есть это платформа обратной связи, госслуги «Решаем вместе», различные там отзывы, форумы, сообщения, обращения в социальных сетях и так далее, и тому подобное. Это стадия «Знаем». Стадия «Решаем» — это, соответственно, подключение органов власти и органов местонаправления к решению проблем. Такая точечная история. Предотвращаем. Это как раз выявление первопричин и помощь в разработке дорожных карт по их устранению и контроль за их исполнением с оценкой эффективности. Потому что если мы понимаем, что дорожная карта нормально реализуется, то количество сообщений по этой теме должно уменьшиться. Иначе получается, что мы воюем не в ту сторону, грубо говоря. И «Информируем» — это четвертая компонента. Это история про разъяснительную работу и с населением, и с органами власти, в части, касающейся того, что конкретно сейчас требуется. Потому что время меняется, тренды тоже. Ну и, например, вопрос ребенка в школу, он был актуален, когда началась запись. Сейчас другой вопрос в тренде и так далее. Мы подключаемся, помогаем. Некий такой центр компетенции по диалогу между населением и органами власти. Кстати, Юрий Михайлович, когда открывали центр, губернатор Минин Кондратьев сказал, что цель основная глобальная — это максимально сблизить власти населения, научить взаимодействию. Как ЦУР оценивает, вы как руководитель сегодня, насколько это взаимодействие вообще сегодня есть? И есть ли какие-то подвижки уже, когда ЦУР начал работать? Есть же измеримые критерии. То есть мы понимаем, что, например, та же самая платформа обратной связи, которую госслуги решаем вместе, с момента запусков отработало больше 28 тысяч уже сообщений. При этом, если мы начинали со срока отработки в среднем 10-12 дней, то сейчас мы пришли к тому, что это 3 дня. И для федерального закона 59-го — 30 суток — это то, к чему мы привыкли. А тут мы говорим про ускорение в 10 раз взаимодействия. И это, конечно, можно оценить. Инцидент-менеджмент — это система, по которой мы сейчас рассказываем. Это работа с комментариями в социальных сетях. И там точно то же самое происходит. То есть снижаются сроки ответов, повышается качество. Потому что помимо того, что делать ответы быстро, надо еще и делать их содержательными. Когда ты с человеком разговариваешь на той площадке, где ему удобно, в соцсети или на форуме, надо все-таки разговаривать на том языке, к которому тебе обращаются. И тут я призываю население, конечно же, быть содержательными и предметными. Потому что система мониторинга игнорирует. Вручную даже невозможно свести систему сообщений, которая содержит неззорную брань, которая не содержит информации о конкретном каком-то инциденте, о том, что где именно произошло. Будьте содержательными, будете услышаны, а мы поможем, чтобы ваша проблема была решена. Прекрасная точка. Юрий Михайлович, спасибо, благодарю вас за эту беседу. Это были 13 минут с руководителем Центра управления регионом Краснодарского края Юрием Шевченко. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин